Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами приступаем к изучению материков. А какой именно материк мы будем изучать, определите по картинкам. Материк Африки Африка – континент контрастов. Это самый жаркий на земле материк. Около 1-2 ее территорий занимают пустыни и полупустыни. Здесь расположена самая большая тропическая пустыня мира – Сахара. В Африке находится и самый крупный разлом в земной коре на суше. В Африке обитают самые крупные млекопитающие суши. Название материка Африка, вероятно, происходит от латинского слова «Африкия», что означает «безморозный, не знающий холода». Так древние римляне называли племя кочевников, живших на севере континента. Возможно, другой вариант происхождения названия – от древнеарабского «Ифрикия», что переводится как «отделенное от аравийского полуострова». По своим размерам Африка уступает лишь Евразии. Где расположена Африка? По географическому положению Африка входит в группу южных материков. Африку почти посередине пересекает экватор. Африка пересекается линиями северного и южного тропиков. Благодаря этому большая часть материка расположена в пределах жаркого теплового пояса. В западной ее части проходит нулевой меридиан. Следовательно, материк расположен во всех четырех полушариях. Крайняя северная точка – мыс Бенсека. Ребята, а как определяют координаты крайних точек? Давайте вспомним и определим координаты крайней западной точки мыса Аль-Мадди. Широта определяется по параллелям. Давайте посмотрим, между какими параллелями расположен мыс Аль-Мадди. Мыс расположен приблизительно на параллели 15 градусов в северной части от экватора. Следовательно, широта 15 градусов с северной широты. Теперь давайте определим долготу. Долгота определяется по меридианам. Мыс Аль-Мадди расположен между меридианами 15 и 30 градусов к западу от начального меридиана. Приблизительно это 17 градусов западной долготы. Итак, ребята, мы с вами определили координаты мыса Аль-Мадди. Дома самостоятельно попробуйте определить координаты других крайних точек. В Гвенийском заливе есть единственное место на земном шаре с нулевой высотой над уровнем моря, а также здесь пересекается нулевой меридиан и экватор. Ребята, а теперь давайте определим с вами протяженность материка с запада на восток и с севера на юг. Вспомните, как определяется расстояние на карте. Для этого нам понадобится линейка. Возьмем линейку и измерим расстояние в сантиметрах с запада на восток по экватору. У нас получилось 6,3 сантиметра. Масштаб карты в одном сантиметре 600 километров. Следовательно, 6,3 сантиметра умножаем на 600 километров и получается протяженность материка с запада на восток 3784 километра. Но есть и другой способ. Протяженность можно определить и по градусной сетке. Давайте определим с вами протяженность с севера на юг по меридиану 20 градусов восточной долготы. На севере 32 градуса северной широты, на юге 35 градусов южной широты. Получается, что протяженность градуса 67. Из курса 6 класса мы с вами знаем, что на меридиане 1 градус равен приблизительно 111 километров. И тогда получается протяженность с севера на юг 7 437 километров. В каких климатических поясах расположен материк? Африка располагается в семи климатических поясах. Три из них субэкваториальные, тропические и субтропические имеются в северном и в южном полушариях. А какие океаны и моря омывают материк? Африку омывает с запада Атлантический океан, с востока Индийский. На севере Средиземное море и на северо-востоке самое соленое море мира Красное. Береговая линия, если сравнивать с другими материками, слабо изрезана. Самый крупный залив Гвинейский. Небольшие заливы есть и в Средиземном море. На северо-востоке Аденский залив. На материке единственный крупный полуостров Сомали. Островов у берегов Африки мало. Крупнейший из них остров Мадагаскар. От материка его отделяет Мазамбикский пролив. Как расположен материк относительно других материков? От Европы Африку отделяет Гибралтарский пролив. По берегам Гибралтарского пролива расположены обрывистые скальные массивы. У древних греков пролив был известен как Столбы Геракла, который воздвиг их на краю мира. Древние римляне называли его Геркулесовы Столбы. От Азии Африку отделяет Бап-Эль-Мандепский пролив. С Азией Африка соединяется узкой 120-километровой полосой суши Суэцким перешейком. Через него во второй половине XIX века был проложен Суэцкий канал. Канал соединяет Средиземное море с Красным и сокращает морской путь из Атлантического в Индийский океан примерно на 8000 километров. Кто открыл и исследовал Африку? Африка была открыта самими африканцами. Так в Древнем Египте задолго до н.э. накапливались знания о материке. Историю исследования Африки можно разделить на четыре этапа. Начальный этап – второе тысячелетие до н.э. и до VI века. Древние египтяне осваивали северную часть континента. Проникли в Аравийскую, Ливийскую и Нубийскую пустыни. Важные географические открытия в VI веке до н.э. принадлежат финикийцам, которые за три года обогнули Африку, доказав, что она со всех сторон окружена водой. В VI веке до н.э. мореплаватель Ганон предпринял плавание вдоль западного побережья континента. Второй этап – VII и XIV века. В VII веке арабы много раз пересекали Ливийскую пустыню и пустыню Сахару. Начали изучать реки Сенегал и Нигер, а также озеро Чад. Ибн Батута пересек Северную и Восточную Африку, посетил Египет. Третий этап – XV-XVII века. В 1417-1422 китайский флотоводит Джен Хэ в одном из своих многочисленных походов, пройдя Красным морем, обогнул полуостров Сомали. Двигаясь вдоль восточного побережья, достиг острова Занзибар. В эпоху географических открытий береговую линию Африки исследовали португальские мореплаватели, искавшие морской путь в Индию. Бартоломео Диаш открыл южную точку Африки – мыс Бурь. Впоследствии переименован в мыс Доброй Надежды. Ребята, вспомните, кто из мореплавателей в 1497 году на трех кораблях обогнул Африку и тем самым открыл морской путь из Европы в Индию. Это был португальский мореплаватель Васко-Дагама. Четвертый этап экспедиции 18-20 веков. С конца 18 века стремление овладеть новыми богатыми источниками природных ресурсов стимулировало изучение Африки английскими, французскими и немецкими путешественниками. Мунго-парк изучал верховье реки Нигер. Хью Клапертон с двумя товарищами пресекли Сахару с севера на юг, от города Триполи до озера Чад. И доказали, что река Нигер не берет свое начало из этого озера. Географическое и геологическое изучение бассейна Голубого Нила проводила русская экспедиция Егора Петровича Ковалевского, первого из русских путешественников, описавших Абиссинью, ныне Эфиопия. Высшую точку материка, вулкан Килиманджаро, открыли немецкие миссионеры Крапф и Ребман. В середине XIX века англичане Джон Спик и Джейнс Грант отыскали исток Нила. Ребята, а какой вклад в исследование Африки внес Давид Ливингстон? Более 150 лет назад Ливингстон отправился на территории, которую люди западного мира называли темным сердцем Африки. Миссионер и бесстрашный первый открыватель. За три экспедиции он прошел более 46,5 тысяч километров. Это больше, чем окружность земного шара. Он стремился найти реки, которые впоследствии могли стать крупными торговыми путями. Он был убежден, что вслед за торговлей в Африку проникнет христианство и что оно положит конец рабству, которое он презирал. Его записи подтверждают, что он был весьма искусным картографом викторианской эпохи. Он нанес на карту континента участки, никогда ранее не виденные европейцами. Там, где до него были неизведанные территории, он составлял карту Африки. Одним из самых знаменитых открытий Ливингстона стал водопад Виктория на реке Замбези. Вот что Ливингстон и члены его экспедиции увидели почти 150 лет назад, в 1855 году. После долгих месяцев пути, это зрелище должно было просто потрясти их. Значительные достижения в изучении Африки и русских путешественников. Так, Василий Юнкер собрал богатую коллекцию растений и животных, лесов и саванн Центральной Африки. Составил словари языков местных племен. Организовал метеорологические наблюдения. В 1920-х годах в Африке работала экспедиция под руководством русского биолога Николая Вавилова. Им была собрана уникальная коллекция семян растений. Ребята, а теперь давайте рассмотрим с вами особенности рельефа Африки. Сколько литосферных плит находится в основании материка? Африка расположена на одной литосферной плите. Есть ли районы столкновения с другими плитами? Столкновения литосферных плит есть. Сталкиваются африканская и евразийская плиты. Как вы думаете, какие формы рельефа преобладают в Африке и почему? Особенности рельефа Африки объясняются историей развития материка. В его основе залегает древнейшая африканская платформа, которая в далеком прошлом была частью огромного древнего материка Гондваны. Древние горы разрушались, впадины заполнялись континентальными и морскими отложениями. Рельеф выравнивался. Поэтому гор в Африке мало. Преобладают возвышенности и плоскогорья. Африка – высокий материк. По средней абсолютной высоте 750 метров над уровнем моря. Он уступает только Антарктиде и Евразии. Ребята, посмотрите внимательно на карту Африки. Как вы думаете, по преобладающим высотам на какие части можно разделить материк? По преобладающим высотам Африку делят на две части. Северо-западную – низкая. Средняя высота – ниже 1000 метров. Эта часть периодически затапливалась морем. Юго-восточную – высокая. Высоты – более 1000 метров. Здесь, наоборот, преобладают кристаллические щиты. На востоке материка расположен самый крупный в мире разлом на суше, который образовался при растяжении земной коры. Раздвижение продолжается и в наше время. Возникновение разлома привело к образованию горстов и грабинов, формированию на горе. Здесь происходят сильные землетрясения, извержения вулканов. Здесь встречаются и такие формы рельефа, как лаколиты, где лава не вышла наружу, а только приподняла поверхность. Вдоль разлома расположены вулканические горы. К ним относится гигантский кратер потухшего вулкана Нгора-Нгора и высочайшая вершина континента – потухший вулкан Килиманджара. Африка – единственный материк, где высшая точка не приурочена к складчатой области. К северо-востоку находится самая низкая отметка высот. На материке – это впадина озера Ассаль. Побережье континента окаймляют низменностим. Есть ли на материке горы? Молодая складчатая область образовалась на северо-западе при столкновении евразийской и африканской литосферных плит. Это горы Атлас. Своё название горы Атлас получили от имени Титана в древнегреческой мифологии – Атланта. Но учёные считают, что Атлас – это производная от берберского адрас, что означает «горы». Крайний юг занят полуразрушенными глыбовыми капскими горами, которые имеют плоскую, как стол, поверхность и называются столовыми горами. На юго-востоке расположены драконовые горы. Чем богаты африканские недра? Африка богата разнообразными полезными ископаемыми. Их размещение связано со строением и историей развития земной коры. Поскольку Северная и Западная Африка перекрывалась морем, то здесь преобладают осадочные полезные ископаемые, такие как нефть и газ. У юго-западного подножия восточно-африканского плоскогория простирается медный пояс. В Южной и Восточной Африке открыты богатейшие месторождения железных, марганцевых и урановых рот. В местах взрывов древних вулканов найдены крупные месторождения алмазов. Самым крупным алмазом является алмаз Кулинан. Ребята, а теперь давайте закрепим с вами пройденный материал. Задание первое. В каких полушариях расположена Африка? Правильный ответ под цифрой 4. Африка расположена во всех четырех полушариях. Задание второе. Кто из исследователей собрал 6000 образцов культурных растений? Доказал, что Эфиопия является родиной твердых сортов пшеницы. Правильный ответ Николай Иванович Вавилов. Задание третье. Определите, под какой цифрой горы Атлас. Правильный ответ цифра 1. Атлас – это молодые горы, которые имеют выраженную вершину. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова